Утром последнего августовского дня у новой церкви собрались православные верующие. Несмотря на ранний час, количество тех, кто хотел провести часы в молитве и покаянии, было немалым. Традиционная суета перед утренним богослужением была по-особенному трепетной и волнительной. Вместе с верующими в этот знаменательный день приехал помолиться владыка, епископ Брестский и Кобринский Иоанн. Искренняя молитва и посильная помощь многих-многих людей позволила возвести пока временный храм на обычном пустыре. Сроки, в которые были выполнены все работы, сравнимы с чудесами, творимыми иконой Божьей Матери Всецарица. Церковь была построена практически за полгода и торжественно открыта в день престольного праздника. Теперь сюда за помощью и утешением могут приезжать верующие из разных уголков Беларуси. Храм во славу именно этого образа Божьей Матери, единственный в области и второй в республике. Не могу передать той огромной радости, то огромного счастья, которое, правда, имеет вообще град Брест, вообще имеет Белоруссия. Потому что это единственный храм по Брестской области, второй по Белоруссии, как говорится. Сами знаете, какая-то чудовищная болезнь, да, как она поражает человека. И тут человек меняет все свое внутреннее состояние. Поистине, вот тут видишь, как человек искренне приходит к вере. Все упование действительно на Бога и происходит, слава Богу, великие чудеса. Храм иконы Божьей Матери Всецарицы появился в городе при особой поддержке Брестской епархии и по благословению владыки Иоанна. И это, к слову, не единственная церковь, где смогут обрести поддержку люди, страдающие серьезными недугами. В скором времени в городе будет открыт храм, где смогут обрести помощь и поддержку тех, кто болен наркоманией. Когда я прихожу в онкологическую больницу, я когда молюсь вместе с этими людьми, которые подходят под благословение и говорят, что вот, владыка, все, врачи уже расписались в своем бессилии, мне придется умирать. Конечно, я понимаю, как священнослужитель, как епископ, как монах, что смерти не надо бояться, но чисто по-человечески жалко человека, когда он в рассвете сил, должен уйти в мир иной. Он бы так много смог еще сделать добрых дел. Поэтому нашим решением было вот именно такая, зарегистрировать такую общину и построить именно такой храм. Я вам скажу больше. Мы зарегистрировали также общину в городе Бресте в честь святого праведного Иоанна Русского. Это святой, который помогает людям, которые являются наркоманами. После божественной литургии во дворе временного храма была высажена Туевая аллея. Участие в их посадке приняло руководство областного центра, а также представители духовенства. Порядка десятка саженцев теперь будут расти у стен небольшой церкви. Возможно, к тому моменту, когда эти маленькие кусты станут по-настоящему большими, на территории временной церкви появится большой просторный собор.